Отец, мы благодарим Тебя за откровение. Спасибо Тебе за то, что Ты прислал к нам сегодня Крефло. И во имя Иисуса мы открываем для Тебя свое сердце и разум, чтобы принимать небесные слова, слова, которые приносят на землю небеса. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Крефло. Да. Спасибо за то, что Ты пришел на нашу передачу. В мире есть много мест, где Ты мог бы сегодня находиться. Но благодарение Богу Ты был послушен Господу и Глории. И Ты здесь. И мы передаем нашу любовь Твоей жене Теффе и всем детям, и всем людям в колледж-парке. Но это так замечательно, видеть Тебя на нашей передаче. Спасибо. Замечательно быть здесь. Я хочу, чтобы Ты чувствовал себя свободно. Деляясь теми вещами, о которых Господь говорит в Твоем сердце. И теми вещами, которые Он тебе сейчас показывает. Давай углубимся в них, слава Богу. Я в таком восторге от того, о чем говорит мне Господь. Это что-то удивительное. И я люблю Бога за это. Я рад, что могу иметь понимание того, о чем мы будем говорить. Это истина, не так ли? Да. И это напоминает мини-перл. Я просто так рада быть здесь. Быть прямо в эпицентре того, что делает Бог. Что за день? Это будет день славы Божьей. И однажды я наткнулся на такое определение славы Божьей. Явленная благость. И я думаю, что именно это Бог и готовится сделать. Он готовится явить Свою благость. Моисей попросил, Господь, покажи мне Твою славу. И как сказано в оригинале, Бог ответил, Я покажу Тебе Свою благость. Он готовится показать Свою благость по всему миру. Знаете, когда мы начинаем смотреть на первоочередную цель христианства, а наша первоочередная цель — это быть подобными Христу и работать над достижением этой наиважнейшей цели в нашей жизни — уподоблением Христу. А чему подобен Христос? Он подобен плоду Духа. Он подобен воздержанию и долготерпению. Он есть любовь. Когда я начал смотреть на это, то с удивлением понял, что обрету безопасность и покой только тогда, когда приму в своей жизни природу Христа. Я нахожусь в этих поисках, пытаясь найти корни некоторых вещей. Я благодарю Бога за те принципы, которые приносят плод в нашей жизни. Но должно быть что-то, что лежит в основании всего этого. Вы начинаете смотреть на процветание и понимать, как оно работает. Но процветание должно быть с чем-то соединено. Исцеление должно быть с чем-то соединено. Освобождение должно быть с чем-то соединено. Потому что вы идете и проповедуете на эту тему. Но потом люди этого не делают. И вы думаете, «Господь, что здесь не так?» Вы идете и делитесь еще какими-то принципами, и это приносит кое-какие плоды, но вы думаете, «Господь, что здесь не так?» И вы, в конце концов, должны найти корень, отвечающий за все это. Я начал понимать, что плод Духа — это что-то, что нужно развивать. Любовь Божья — это что-то, что нужно развивать. Находясь в этих поисках, я обнаружил, что есть превосходная сила, которая стала доступной христианам. Употребляя слово «превосходное», я говорю о несомненном превосходстве. «И это любовь Божья». Любовь Божья является несомненным превосходством. Все соединено и подключено к любви Божьей, потому что все соединено и подключено к Богу. Так или иначе, это его единственный мотив, не так ли? Да. Что бы он ни делал, его мотивом является любовь. И когда в нашей жизни что-то не работает, мы должны проверить наши мотивы и методы. Часто мы не понимаем, почему что-то не работает, поскольку мы не понимаем мотивов, руководствуясь которыми оно предназначено работать. И говоря о превосходной силе любви Божьей, и поймите, что я не говорю об условном, механическом, эмоциональном виде любви. Я говорю о чем-то, что будет действовать. Я говорю о завете, который предназначен не для того, чтобы я вами пользовался, но я состою с вами в завете для того, чтобы приносить пользу вам, и чтобы вы приносили пользу мне, благодаря нашим взаимоотношениям завета. Это связь. Ты вернулся к связи. Если нет завета, то мы не соединены. Да. Мы могли быть знакомы друг с другом, но знаком завета являлось смешение крови. Здесь существует взаимосвязь. Она устанавливается словами, но также и действиями. И когда мы соединены друг с другом, то смешение нашей крови означало, что теперь моя кровь течет в тебя, а твоя кровь течет в меня. По слову Божьему, кровь Иисуса устанавливает божественную связь. Боже мой, я вижу это. Да. И он хочет, чтобы для нас это принесло пользу. Но мы должны понимать его мотив. Каков его мотив в вопросе процветания? Каков его мотив в вопросе того, что мы делаем? И как проповедники и лидеры, мы должны в достаточной мере развивать характер. Я слышал, как ты кое-что сказал. Я не помню, где я тебя это слышал, но я слышал, как ты это сказал. Я знаю, что это сказал ты, поэтому мы узнаем, говорил ты это или нет. Характер делает процветающим каждого, с кем ты контактируешь. Вы делаете то, что правильно, вы делаете это, потому что это правильно, и затем вы делаете это правильно. Именно такой характер мы и должны развивать. Потому что характер является характером любви, который будет производить все по отношению к другим людям, исходя из правильных целей и побуждений. Я начал эти поиски, и вся моя жизнь снова начала изменяться. Я чувствовал себя так, будто снова родился свыше, благодаря тому, что я обнаружил, и чем мы будем сегодня делиться. И это не что-то новое. Но если вы за это ухватитесь, то это принесет откровение. Я начал понимать, что характер Божий развивается благодаря тому, что мы делаем соответствующий выбор. Делая правильный выбор, я развиваю правильный характер. Неправильный выбор развивает неправильный характер. Я не говорю, что трудные времена или невзгоды сформируют характер, но они определенно его выявят. Да. И вы увидите свой тип характера. Да. Я решил для себя, что я хочу иметь этот характер любви. Я хочу иметь Божий характер. Я не могу иметь Божий характер, не понимая в первую очередь того, что этот характер будет любовью и всем тем, что представляет собой любовь Божья и всеми плодами Духа. И когда в моей жизни развивается плод Духа, я увижу себя тем святым человеком, каким я так сильно стараюсь стать. Но сейчас я говорю о тех шагах, которые ведут нас к пониманию. Это процесс, не так ли? Это процесс. Что-то произошло с вами, когда вы родились свыше. И корни этого излились в ваше сердце Духом Святым. Я родился в этот мир с мышцами, прикрепленными к моим костям. Но для того, чтобы их развивать, их нужно было тренировать с самой колыбели. В вас все это есть. Но не тренируя это, посредством решения, целей и каких-то действий, вы никогда это не разовьете. В вас есть Божий характер. Некоторые немного его развили. Некоторые вообще его не развивали. Потому что практиковали плоское. Но вы должны начать практиковать этот характер. И, Крефло, ты можешь практиковать его в мелочах. Господь говорил со мной об этом. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты делал это каждый раз, когда представляется такая возможность. Когда я захожу в туалет, будь то дома, у себя дома, в ресторане или где бы то я ни был, когда ты туда заходишь, то в своем сердце и в своем разуме помни о том, что перед тем, как уйти, ты должен оставить это место еще в лучшем виде, чем оно было для того человека, который зайдет туда после тебя. Даже если это сводится только лишь к тому, чтобы не бросать бумажное полотенце, куда попало, а бросить его именно в мусорное ведро. Вернитесь, поднимите его и бросьте в ведро. Да, но у меня нет на это времени. Но когда вы это делаете, для вашего характера это является еще одним подходом к штанге. Каждое принимаемое нами решение ведет нас к одному из двух. Вы выбираете либо характер, либо компромисс. Да, третьего здесь нет. Да, да. И каждый раз, поднимая бумажное полотенце, которое бросил на пол другой человек, вы делаете еще один подход к этой штанге характера. И вы поднимаете полотенце, немного протираете раковину. Почему я должен это делать? Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Да. Итак, еще один подход. И в конце концов, ваш характер настолько разовьется, что начнет брать вверх над вашим процессом принятия решения. Так что теперь у вас уже войдет в привычку бросать полотенце в мусорное ведро и вытирать воду вокруг раковины. Это привычка. Что произошло? Подрос характер. Затем вы поднимаетесь на следующий уровень, вы делаете больше. Затем на следующий уровень, но вы по-прежнему тренируетесь, вы развиваете этот характер. И сатане приходится корректировать свои атаки против вас, потому что вдруг то, с помощью чего он пытался вас уничтожить, вы разворачиваете это на 180 градусов и теперь используете это для того, чтобы совершенствовать себя, потому что вы приняли решение сказать, я не позволю тебе... Давай, это здорово. ...уничтожить меня тем, что сейчас происходит. И раз мне нужно тренироваться, я могу тренироваться на тебе. Я буду тренироваться на тебе. Да, я должен сделать то, что должно быть сделано. Это здорово. И я думаю, что развитие... Знаете, мы должны развиваться в этой превосходной силе. Мы должны развиваться в любви Божьей. И я верю, что на этой неделе мы будем показывать на практике, как развиваться в этой превосходной силе, которая будет производить что-то в моей жизни. И я считаю, что прежде всего все начинается с умения справляться с атаками врага, с умения справляться с сатаной, когда тот предпринимает попытки уничтожить вас. Ты говорил о подходах к штанге. Если вы собираетесь накачать мышцы, то им придется испытать на себе определенное давление. Иногда поначалу вам может потребоваться кто-то, кто будет корректировать вас и помогать вам в этом. Это нормально. Так же и в христианской жизни. Вы находите молитвенного партнера, кого-то, кто корректирует и помогает вам. Но в конце концов, однажды вы придете и скажете, я могу с этим справиться. Я привык к тому, что люди говорят обо мне всякие гадости. И это просто еще больше раскроет вас Божий характер. Однако, что делает ваш тренер? Да. Когда вы уже способны поднять этот вес, о да, у меня получилось, он подходит и добавляет на штангу еще 10 килограмм. Давай, следующий подход. Продолжает вас развивать. Продолжает вас развивать. Заставляет вас делать новые подходы. Когда ты это говорил, Дух Божий напомнил мне одно местописание в 4 главе 1 послания Иоанна. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь его совершенна, или она развита в нас. Вы развиваете ее. Характером является любовь. Я верю в это. Это и есть характер. Это и есть характер, да. Да. И любовь развивается, когда мы практикуем ее, любя, высвобождая ее. Мои взаимоотношения с тобой и с другими людьми являются сейчас очень важными, потому что то, что я ежедневно делаю с этими взаимоотношениями, совершенствует мою любовь по отношению к Отцу. Как я могу сказать, что люблю Отца, которого не вижу, не любя людей, которых я вижу каждый день? И это не трудно. Начните дома, начните с жены, детей, соседей, людей, с которыми вы работаете, и начните пользоваться предоставляемой вам возможностью. Когда вы к чему-то готовы, и когда готовность встречается с возможностью, тогда у вас будет успех. Вы будете успешны. Да. Возможность появляется, потому что я готов. И что касается моего характера, то я хочу быть готовым, чтобы, когда появится возможность, и кому-то нужно будет исцеление или освобождение, или возникнет какая-то ситуация, в которой я смогу прославить Бога, я хочу быть уверен, что мой характер любви, и я верю, что именно этим он и является. Наверное, каждый пытается понять, что же является характером. Я верю, что характером является любовь Божья. Развиваясь в любви Божьей, вы развиваете характер, за который пытается ухватиться весь остальной мир. Но для этого вам придется не избегать тех ситуаций, которые испытывают вашу кротость, испытывают ваше воздержание, а наоборот, твердо в них стоять. Каждое решение развивать характер делает человека тверже и сильнее. Да. Характер — это не только то, что вы говорите. Что-то неправильно, когда поступки человека продолжают идти вразрез с его намерениями. Я имею в виду, что он делает одно, но продолжает говорить, «Я намеревался сделать это». Однако продолжает поступать именно так. Если вы хотите узнать, что с этим человеком не так, проверьте его характер. Вы узнаете, почему он никогда не делает того, что намеревается делать. Он развил что-то другое. Что вы развиваете, то и выходит на поверхность. Исправляя и уча меня в этом плане, Господь сказал, «Не упражняй». Только он употребил слово «не практикуй». Он сказал, «Не практикуй свою раздражительность на неодушевленных предметах». Не злись на отвертку, швыряй ее в другой конец мастерской. Не злись на замок в кейсе из-за того, что он не открывается. Начинай дергать его, пока он не вырвется. Он сказал, «Если ты будешь постоянно практиковать таким образом свою раздражительность, она все время будет на поверхности». Потом, имея дело с людьми, «Ты будешь говорить и делать что-то, прежде чем успеешь подумать, стоит ли так поступать, потому что ты даешь волю своей раздражительности». И он сказал, «Если ты начнешь практиковать характер и Божью любовь», я спросил, «Господь, как можно упражнять любовь на вещах?» Он ответил, «Ты постоянно это делаешь. Разве ты не говорил кому-то всего несколько дней назад, как сильно ты любишь свою машину?» «Да, говорил». Он сказал, «Правильно говори ей. Пусть у тебя будет по отношению к ней правильное отношение». И вместо того, чтобы злиться и швырять эту отвертку в другой конец комнаты, он сказал, «Виновата не отвертка. Ты сам виноват. Ты винишь эту отвертку в том, что сделал или чего не сделал ты. Ты делаешь замок в кейсе виноватым в том, что у тебя не хватает терпения». Он сказал, «По сути, тут либо сломалась защелка и замок нужно чинить, либо ты его неправильно открываешь». И в большинстве случаев имеет место второе. Ты неправильно его открываешь. Не нужно стоять и говорить, «Ты глупая защелка, ужасный замок. Отвратительный кейс. Я больше никогда не буду тебя брать и пихать его ногой». Так вы только практикуете и выталкиваете на поверхность то, что является неправильным характером. Есть и разница между обаянием и характером. То, что вы практикуете, в результате сформирует ваш характер. Обаяние может прийти с тем, что вы никогда не практиковали, просто чтобы произвести сейчас на вас впечатление. У меня достаточно обаяния, чтобы сказать то, что вы хотите услышать, и сделать то, что может произвести на вас впечатление. Но это в действительности еще не характер, потому что вы это не практикуете. Вы в этом не развиваетесь. Вы делаете это только для того, чтобы кому-то понравиться или заставить кого-то отреагировать соответствующим образом. То есть, ты говоришь следующее, чтобы увидеть, насколько люди духовны, мы идем не в церковь, а к ним домой. В этом-то и разница между обаянием и характером. Да. Вот оно, крюфло. Да. В церкви все говорят, «О, да». О, да, аминь. Просто обаяние. Но вы возвращаетесь домой и говорите, «Что ты сказала?» Проследите за собой. Характер развивается благодаря Слову Божьему. В основании здесь должно лежать Слово Божье, потому что без Слова Божьего вы не знаете, что является истинным характером. Без Слова Божьего вы не знаете Иисуса. Он является Словом Божьим. Он является Словом Божьим, которое стало плотью и обитало с нами. Слово Божье является на этой земле таким же воплощением Бога, как и Бог Отец, Сын и Дух Святой. И характер находится в нем. Оно говорит вам, как родителям поступать с детьми. Оно говорит вам, как детям относиться к родителям. Оно говорит вам, как относиться к Богу. Оно говорит вам, как работодателю относиться к своим работникам и как работникам относиться к работодателю. Оно также говорит, облекитесь во всеоружие Божье, и именно так вы обращаетесь с дьяволом. Я имею в виду, что вы находите в нем все, поэтому вы следуете ему, вы говорите верно, именно так я и буду поступать. Крефло, я хочу услышать сейчас и твое мнение, потому что пока мы не сказали ничего нового, но здесь были понастроены традиции, а традиция делает Слово Божье неэффективным. Я поступаю так не потому, что должен, я молюсь за пищу не потому, что я христианин. Я молюсь за нее потому, что мне надо ее есть. Мы делаем это не только потому, что это угождает Богу, мы делаем это по той причине, по которой это угождает Богу. А это угождает Богу по той причине, что это жизнь, это свобода, и это благодать, и это благость, и это сила, безграничная сила. Бог дал вам возможность. У меня не было возможности выбирать цвет моей кожи, родителей или обстоятельства моего рождения, но у меня есть возможность выбрать свой характер. И вот что сказал Бог. Я предложил тебе жизнь и смерть. Если я сделаю выбор в пользу жизни, выбери жизнь. Если я выберу жизнь, я буду жить. Именно это он и сказал. Затем я выбрал характер, который я хочу, чтобы у меня был. Я не мог выбрать другие вещи, но у меня есть выбор в отношении характера. И когда я выбираю то, что он уже выбрал в этом мире, понимаете, оно все ведет к святости. Если я выбираю в своей жизни характер Божий и начинаю развиваться в любви Божьей, в плодах Духа, когда я достигаю этого в своей жизни, тогда я хожу в святости. Я думаю так, как думает Бог. Это правда. Я соглашаюсь с Богом. Я не соглашаюсь с тем, с чем не соглашается Бог. Я хожу подобно Ему. Так что, когда Он видит меня, а я вижу Его, мы узнаем друг друга, потому что мы похожи друг на друга. Поэтому он говорит, делая выбор в вопросе характера, и я считаю, что все остальное, будь то процветание, финансы, что бы то ни было, оно будет соединено с этим характером, который, в чем я твердо с тобой согласен, является любовью Божьей. Страх никак не может находиться в такой атмосфере. Для Него нет места. Боже мой, Крефла, это здорово. Вы начинаете видеть разницу между... мы святой народ, поэтому это мы делаем, а это мы не делаем. Так у вас постоянно идет борьба. Вы пытаетесь жить выше уровня развития вашего характера. Вы называете себя святым, просто потому что ваша мама была святой. Но у вас нет откровения об этом. Это куча законнических законов. И разница в том, что когда вот здесь расцветет любовь, и внутри вас поднимется любовь Божья, вы пробудетесь к праведности и не будете грешить. Страх лежит в основе всякого греха. Любовь Божья изгоняет страх. В Боге нет страха. В нас тоже не должно быть никакого страха. Когда начинает формироваться этот характер, тогда есть смелость и спокойствие. Свобода. И мир, который невозможно даже себе представить. Кого вы будете бояться? Именно этого и ищет Господь. Именно этого и ищет Господь. Вчера мы говорили о развитии характера и развитии в нашей жизни подобия Иисуса. Своими силами вы не сможете жить такой жизнью. Эта жизнь должна жить через вас. Если бы вы сами могли так жить, тогда какой смысл было Иисусу идти на крест и проходить через все это. Ему бы незачем было это делать, если бы вы сами могли так жить. Другие религии пытались это делать. Восточные религии, самодисциплина. Это трудно. И вы видите, как религии, сделанные из христианства, следуют этой его законической стороне или этому законничеству. «Вот это мы не делаем, а вот это мы должны делать» и так далее. Пытаясь достичь своей жизни того, что, как открывает нам Слово Божье, уже есть в нашей жизни. святость, освящение, благость, мир, радость, помазание, снимать бремена и уничтожать ярмо, чудесную жизнь Божью. Но вы не можете так жить своими силами. Эта жизнь должна жить через вас. Что вы можете делать, так это поступать по Слову Божьему и практиковать то, что оно говорит практиковать. И это снова нас возвращает к характеру и решению. Это то, что Он для меня обеспечил, и я принимаю это. Знаете, мы пытаемся работать над всем этим. Мы хотим увидеть все это в своей жизни. Я понимаю, почему пришел Иисус. Он сказал, «Ребята, вы слишком усердно трудитесь. Позвольте мне дать вам одиннадцатую заповедь. Ходите в любви, и тогда придет и все остальное». Да, именно это Он и сказал, не так ли? Знаете, пусть у вас внутри будет правильный мотив. И все то, что вы ищете, если вы ищете, Слово Божье несет в себе веру Божью. Поэтому я не могу иметь веру Божью без Слова Божьего. Мне нужно Слово Божье, потому что оно несет в себе веру Божью. Точно так же и Любовь Божья несет в себе силу Божью. Она несет в себе помазание Божье. Она несет в себе свободу Божью, способность Божью, даже благословение Божье. Это все можно найти в Слове Божьем. Я убежден в одном. Если мы сможем определить местонахождение наших корней, что является корнем этой жизни? Послание к эфесянам. Крифло, что если бы я приехал к тебе домой и сказал, это одно из самых красивых деревьев, какие я только видел. Мне тоже хочется такое дерево. Но у меня нет такого дерева. Это дерево Крифло. А что если я просто пойду, возьму свою пилу, спилю это дерево и заберу его домой? Это плохая идея. Так я его погублю. Но если я доберусь до корней этого дерева и выясню, из какого оно выросло семени, то мне не нужно спиливать это дерево. Все, что мне нужно, это вот это семя, потому что его корень находится в этом семени. Характер находится в этом семени. Все листья находятся в этом семени. Вся его тень находится в этом семени. Если я смогу найти это семя, я смогу добраться до корня данной ситуации. Моя мама так и делала. Если она видела у друзей какое-то растение или цветок, она говорила, «О, красивый цветок. Можно мне взять отросток?» Я думал, «И что она собирается делать с этим отростком?» Она брала его, опускала в стакан с водой, которую ставила на подоконнике, и он просто там стоял. И через несколько недель он начинал пускать корни. Она не могла получить цветок, но она могла получить корни. Ей нужны были его корни. Да, она получала его корни. И после того, как он начинал пускать корни в воде, она брала его и сажала. И теперь у нее был такой же цветок, которым она так любовалась. Твоя мама покупала когда-нибудь такие маленькие пакетики семян? С картинкой? С картинкой. Да. И вам еще давали к ним маленькую палочку? Вы делали на грядке, где вы сажали цветы или морковь, или фасоль, или что-то еще. Рядок. И сажали это семя. Затем вы брали эту картинку с маленькой палочкой и втыкали ее в землю в начале этого ряда. Потому что именно так будет выглядеть то, что здесь вырастет. Должно так выглядеть. Оно родилось таким. Сейчас вы этого не видите, потому что оно покрыто землей. Там в земле оно пускает корни, но через какое-то время оно взойдет. И если вы будете его поливать, ему будет хватать света, то оно будет выглядеть точно так же, как на этой картинке. Поэтому я не могу ожидать яблок от тех корней, которые производят апельсины. Нет. И я не могу ожидать апельсинов от тех корней, которые производят яблоки. И я не могу ожидать силу Божью от тех корней, которые производят страх, эгоизм и грех. Это корень горечи. Да. И если мы не разбираемся с такого рода вещами, понимаешь, я кое-что заметил в отношении тебя, глядя на то, что Бог сделал и делает в твоей жизни. И благодаря моим личным взаимоотношениям с тобой, я знаю, что ты человек любви. Ты человек плодов Духа. Я рассказывал в своей церкви о том случае в Нью-Йорке, когда мы поехали туда с тобой и еще одним моим другом, и на улице было так холодно. И я сказал, он снял пальто. Там была женщина. Он снял пальто. На улице был мороз. И он накинул его ей на плечи. Я оглянулся и сказал, «Господь Иисус, почему я не подумал об этом первым? Почему Он поставил меня в такое неловкое положение? И я сказал им, «Он всегда открывает для людей дверь. Он человек любви». Неудивительно, что Бог может производить плод в твоей жизни благодаря этому корню. Ты укоренен и утвержден в любви Божьей. Поэтому этот корень и может приносить все эти замечательные плоды. Поэтому, если человек, посмотрев на твою жизнь, скажет, «Я хочу иметь такие же плоды, что и брат Коупленд», то ему придется немного вернуться назад и посмотреть, какие у тебя корни. Да, именно, оттуда они и произрастают. Я думаю, очень многие пытаются получить плоды Слова Божьего, не осознавая того, что у всего этого есть корень, у всего этого есть начало. Этим началом является Бог. Но в первом послании Иоанна Библия говорит, что Он есть любовь. Развиваясь в этой любви, развиваясь в Боге, я увижу свой плод. Я увижу свой плод процветания, свой плод исцеления, свой плод освобождения. Я увижу свой плод благости, я увижу свой плод счастья. В третьей главе послания к эфесянам есть одно место. Слава Богу! Я упивался им. Я две недели проповедовал на основании этого одного места Писания, потому что не мог этому поверить. Начиная с 14 стиха, Павел говорит, «Для сего преклоняю колени мои предотцом Господа нашего Иисуса, помазанного, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам, да даст вам по богатству своей явленной благости крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться помазанному и его помазанию в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией». Дальше в оригинале говорится, «А теперь тому, кто...» «Теперь, теперь, теперь, теперь...» «Он не начал с этого стиха». «Да, он начал с корня всего этого». «А теперь тому, кто действующую в нас силую может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Аминь. Мы обратимся к 20 стиху. Мы начнем с него. «Господь, дай мне несравненно больше». В Своем Слове Ты сказал, что сделаешь несравненно больше того, о чем мы только молимся, помышляем и мечтаем. Но мы должны дочитать до конца. Он говорит, «Я сделаю это действующей внутри вас силой». Послание к Римлянам 5.5 «Дух Святой пришел, чтобы излить в наши сердца любовь к Божью». Когда эта любовь излилась в наши сердца, то в Своем Первом Послании Иоанн говорит, «Теперь я знаю, что перешел из смерти в жизнь, потому что я люблю брата. Но если я не люблю брата, то я продолжаю оставаться прежним». И суть всей этой передачи в том, что в зависимости от того, приняли ли вы в свою жизнь любовь к Божью или нет, это определит, перешли ли вы от смерти в жизнь. Бог здесь говорит, «Я могу делать это действующее в вас силой». Что это за сила? Что находится во мне? Он излил в меня Бога. Излив в меня любовь Божья, Он излил в меня Бога. У меня любовь Божья неотделима от Бога. Вы не можете отделить их друг от друга. Нет, Он есть любовь. Бог есть любовь, и Он излил ее внутрь меня. Поэтому это все благодаря действующей во мне силе. Это любви, которая несет в себе силу. Если я действую в любви Божьей, и если я настолько укоренился и утвердился в этой любви, что благодаря любви начинаю переживать что-то в своей жизни, я переживаю это, потому что теперь в моей жизни есть любовь Божья. Я переживаю то, что раньше пытался, но не мог заставить произойти. Но теперь, когда моим корнем является любовь Божья, все остальное отходит на второй план. Все остальное занимает второе место после этой превосходной силы любви Божьей. Я пытаюсь произвести силу, не понимая, что сила является результатом развивающейся внутри меня любви Божьей. Он излил в меня любовь. Я должен развиваться в ней. Я должен практиковать его во взаимоотношениях с людьми, тем мерилом, который дает мне 13 глава 1 послания Коринфянам. В расширенном переводе Библии говорится, «Чтобы Христос через вашу веру действительно жил, расположился, обитал, обустроил себе постоянное жилище в ваших сердцах, чтобы вы были глубоко укоренены в любви и прочно утверждены в любви, чтобы вы имели силу. Соедините это вместе. «Укоренены в любви, прочно утверждены в любви, чтобы вы имели силу. Благодаря тому, что я укоренен в любви, что я прочно утвержден в ней, я имею силу. Выводя меня из моей любви, вы выводите меня из моей силы. Но верните меня в любовь, и я снова окажусь в силе Божьей для моей жизни». И послушайте, что сказано дальше. Он говорит, «И были сильны понять и постичь со всеми святыми, посвященными людьми Божьими, переживания этой любви, что широта и долгота и глубина и высота этой любви, чтобы вы действительно практически на основании личного опыта могли узнать и познать любовь помазанного, намного превосходящее обычное знание без опыта, чтобы все ваше естество исполнилось сей полнотой Божьей, чтобы вы имели богатейшую меру божественного присутствия и стали телом, полностью наполненным и наводненным самим Богом». Слава Богу! Аллилуйя! Я верю всем своим сердцем, что если вы начнете посвящать себя на практике развиваться в любви Божьей, то вы увидите, как в вашей жизни будут умножаться и другие вещи. Вы увидите, как в вашей жизни будет умножаться благость, как в вашей жизни будет умножаться помазание. Вера начнет умножаться в вашей жизни. Вы увидите, насколько это широко, высоко, глубоко, и переживете любовь Божью, видя. Ведь вера действует любовью Я мог помолиться какой-то молитвой Или я мог посеять семя И то, что я делал, приносило небольшие результаты Но теперь я сосредотачиваюсь на том, что является корнем всего этого И произвожу намного лучший урожай Теперь мой урожай намного лучше, чем был раньше Потому что я начал подпитываться прямо оттуда Где находится корень И я хочу, чтобы люди ухватились за следующее Подождите минутку, что мы делаем? Мы тратим столько времени на принципы и шаги И они тоже важны Но у нас нет правильных мотивов и характера Мы не понимаем, почему Бог хочет все это для нас производить Бог любит нас Он хочет, чтобы мы переживали в своей жизни Его благость Он хочет, чтобы мы знали, каково это иметь хороший дом, хорошую машину Исцеление в своем теле, счастливую семью Приходить домой и иметь в своей жизни мир Я не хочу искать только лишь плода Мне нужен корень Я хочу, чтобы Бог начал показывать мне не только Его дела Я хочу знать Его пути О, Слава, я только что услышал голос Господа Плод сезонный Да Но корень остается живым весь год Да Просто продолжает производить Да Плод появляется в свой сезон Если вы пытаетесь жить только лишь на этом уровне То он придет и уйдет Но добираясь до корней Вы культивируете внутри себя корень любви Божьей Она уже есть в вас Культивируйте этот корень И он будет работать постоянно В сезон И не в сезон В хорошие времена И в плохие времена Во времена полноты И во времена пустоты Он будет работать там постоянно И дерево становится все больше, больше и больше А урожай становится все более и более сильным Потому что вы разбираетесь с корнем ситуации И любовь никогда не терпит поражения Никогда не терпит поражения Она всегда будет производить Крефло, Господь действительно говорил мне об этом последние несколько недель Веря, что любовь никогда не терпит поражения Мы знаем, что Бог никогда не терпит поражения И что Он есть любовь Но мы должны прийти к тому, чтобы верить, что этот корень внутри меня Он во мне сейчас Писание говорит, что мы в мире всем, как Он Нам не нужно пытаться получить это отсюда Это все уже в нас В нас уже есть это семя Если его немного поливать Подпитывать хвалой и поклонением Корни начнут обретать форму Уходить глубоко в землю И вот вырастает дерево Вот идет рост И появляется плод Но первым делом Мы должны стать абсолютно убежденными в том Что любовь никогда не терпит поражения А не говорить Да, брат, но, Боже мой Если я начну поступать так, как вы говорите То эти люди будут вытирать об меня ноги Они не понимают, что любовь Божья — это сила Она не является слабостью Нет, нет, нет Она имеет силу Это не какие-то поверхностного уровня нежности и сисюкания Да Нет, нет, нет Писание говорит, что мир считает нас овцами, обреченными на заклание Но нет Мы все преодолеваем силой возлюбившего нас Нам не нужно бояться показаться слабыми Пребывая в любви Вы пребываете в силе Вы пребываете в самом сильном, что только есть Чего вы от меня ожидаете? Чтобы я, позволив кому-то ударить меня по одной щеке Просто повернулся и подставил ему другую? Когда Иисус сказал «Подставь другую щеку» Этим самым Он говорил «Теперь войдите в свою силу Посмотрите на меня, они никогда не ударят вас по другой щеке Они никогда этой другой щеки не тронут Иисус проходил сквозь ту толпу, которая хотела сбросить его со скалы Которая хотела его убить Они даже не могли его найти Несколько раз, потому что любовь Божья никогда не терпит поражения Любовь Божья вас не подведет, когда вы выбираете поступать по любви Божьей Вопреки ситуативной этике Она вас никогда не подведет Иногда вы переживете такое, чего вы даже не ожидали Если поверите этому настолько, чтобы именно так и поступать И я думаю, что это является здесь ключевым моментом Если я не развиваю веру И я знаю, что вера действует любовью Но скажу вам честно Были такие ситуации, когда мне нужно было начать любить верой Мне просто нужно было начать Знаете, я буду это делать, потому что я верю Слову Божьему Именно поэтому я это и буду делать И позже любовь Божья начинала заряжать мою веру Но для этого моя вера должна была в каком-то смысле зарядить мою любовь И эта любовь не начинается с того, что вы начинаете любить этого продавца, которого трудно любить Она начинается не с этого В своем первом послании Иоанн написал, что любить Бога Значит, соблюдать Его заповеди Вы начинаете любить Бога Который сначала возлюбил вас И вы любите этого человека и поступаете с ним так, как поступал Иисус Потому что Бог дал нам заповедь любить В этом-то и вся разница Я могу соблюдать эту заповедь Позволяя ей контролировать мои эмоции Позволяя ей контролировать мой образ мышления Так что даже если бы я лучше предпочел надавать вам как следует Для этого мне придется нарушить то Что Бог, который отдал себя за меня Сказал и повелел мне делать Разве это не тот страх, который есть у большинства людей в отношении любви? Я так боюсь, что ты воспользуешься моей любовью Да, что это не будет работать И сможешь причинить мне боль Я имею в виду, что ты не даешь мне прохода Мне постоянно от тебя достается Насколько далеко заходит эта любовь, когда мы говорим о том, чтобы любить людей? И мне кажется, что именно здесь как раз и приходит сильный страх Потому что люди думают, что я боюсь их любить Во-первых, из-за того, что они уже пережили И страх заражает веру Вы верите, что Бог защитит вас Но... А вдруг Он не защитит, понимаете? Этот страх заразил истину Если вы допускаете страх То в конце концов Он навяжет себя вашей вере Потому что страх навязчивый Он напористый, он задиристый Потому что сатана является духом страха А он именно такой Если вы пытаетесь одновременно действовать В страхе и в вере То в конечном итоге страх навяжет себя в вере И сделает ее слабой Поэтому вы возвращаетесь к тому Что лежит в корне данной ситуации Если у меня нет никакого другого основания любить То я люблю Потому что мне дана заповедь Любить Эта заповедь состоит из двух частей Первая часть Это то Что ты только что сказал Вот заповедь, которую мы имеем от него Чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа И Любили друг друга Вера в это имя Изгонит дьявола Помните Что произошло у красных дверей храма Когда Петр и Иоанн наткнулись на того человека И он исцелился Петр позже сказал Именно вера в имя Иисуса И укрепила этого человека, стоящего перед вами Именно любовь Божия и повелела ему это сделать Именно вера в имя Иисуса и высвободила это Если бы Петр на минуту задумался об этом То он должен был знать, что он оживет себе из-за этого неприятности Поскольку он исцелил его прямо у дверей храма Он знал, что церковные люди этого не поддержат Потому что они уже распяли Иисуса за это И до него им тоже не было дела Но любовь взяла верх Заповедь взяла верх над его оговорками по этому поводу Он просто сказал Посмотри на нас Во имя Иисуса И просто поднял этого человека на ноги Вы можете целый день ходить повсюду, дергая людей Но если не будет корня этой силы То это ничего не даст Наше время подошло к концу Оно так быстро пролетело Конечно же, для меня это является высшей степенью развития Когда я слышу в помазании и откровении Слово Божье И затем сразу же поступая по нему Как поступил бы по слову юриста Или врача Или друга Которому я очень доверяю Это слово Божье Бог так сказал И он не шутил И поэтому мы начинаем поступать на основании этого слова Мы не рассчитываем прийти к истине Мы нашли истину Мы знаем его лично Его имя Иисус И это слово дало нам проявление его в нашей жизни Мы начинаем с того, к чему большинство людей в этом мире надеются когда-нибудь прийти Мы начинаем с ответа на молитву и потом молимся им И наступает время, когда экстраординарное, необычное будет обычным в нашей жизни Именно об этом я и верю Богу Знаете, мы не должны всегда оглядываться вокруг, удивляясь О Боже мой, вот это да Это нормально Именно так мы все и делаем Да, аминь Я должен процветать Я должен быть исцеленным Я должен быть освобожденным Я должен быть свободным от страха Почему? Я знаю, что я являюсь праведностью Божьей Вот почему Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса И Иисус сам так сказал Но когда я впервые прочитал и поверил в это Крефла Я стоял, молясь на основании Евангелия от Иоанна 17.23 Иисус сказал молитве Да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня И когда я стоял и молился Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса У меня дрожали колени Но Бог так сказал Поэтому мне нужно было прийти к тому, чтобы поверить этой любви Это означает следующее Поскольку Он любит меня, и я верю, что Он любит меня Мне не нужно ложась спать, волноваться о том, сработает это или нет Нет, это нужно Когда я развиваю уверенность в любви Божьей Мир Божий Этот настоящий мир, который превосходит мое понимание Я просто знаю, что Бог сделает так, чтобы это осуществилось Вопрос не в том, сделает Бог это или нет Это лишь вопрос времени Да, здорово Он сделает это Он сделает так, чтобы это осуществилось Смит Вигельсворт однажды проснулся среди ночи Просто проснулся И прямо в ногах его кровати стоял сам сатана И дух страха Приносит чувство страха Равно как дух Божий приносит чувство мира и благополучия Это природа сатаны Это также его защитный механизм Но он ничего не может с этим поделать Даже когда он не хочет приносить страх Он все равно его приносит Потому что именно им он и является И знаете, он пришел, чтобы действительно запугать Вигельсворта И Вигельсворт посмотрел на него и сказал А, это всего лишь ты Я просто перевернулся на другой бок и снова заснул Оставив его стоять там ни с чем Между ними не было никакой связи Этот пророк был настолько сильно утвержден в мире и любви Божией Что ему было все равно Даже если там стоял сам дьявол Ну и что с того? Он просто перевернулся на другой бок и снова заснул Крефла, мне это нравится Именно так Бог и хотел, чтобы мы жили Да И оно стоит того, чтобы развиваться в этом Оно стоит того, чтобы учиться ходить в любви Божьей И говоря о хождении в любви Божьей Мы говорим о ежедневном поведении О том, чтобы учиться тому, как вести себя каждый день И о том, какое у вас должно быть поведение каждый день Есть что-то очень приятное в возможности быть свободным Когда я спас, я получил спасение от двух вещей От греха и от людей И это так приятно Когда в вашей жизни действует любовь Божья Вам не приходится разбираться с неуверенностью в себе С тем, что вам чего-то недостает Вас не волнует, что вас думают или говорят другие Вы просто отлично проводите время Вы наслаждаетесь людьми Иногда вам нужно просто остановиться, посмотреть на себя и спросить У тебя все хорошо, не так ли? И вы отвечаете Да, мне больше чем все хорошо И это такая свобода, которую люди как раз и ищут Они пытаются понять, что это такое И благодарение Богу за ежедневные передачи Благодарение Богу за эту передачу Люди могут включить телевизор и получить практические знания о том, как развиваться и ходить в любви Божьей Которая, я верю, является тем характером, который должен у нас быть Понимаете, мы к чему-то идем Да Мы к чему-то идем И мы с тобой говорили о том, что в 109-м псалме говорится о дне Его силы И я верю, что именно это Господь сейчас и делает с телом Христовым Он соединяет нас друг с другом Он берет любовь Божью И она достигает совершенства во мне В тебе В другом человеке И люди никак не могут понять, что мы сейчас объединяем свои усилия Мы объединяем все наше снаряжение И мы увидим настолько сильное проявление силы Божьей Которая станет результатом любви Божьей В которой мы ходим и развиваемся до такой степени Что то, как я отвечаю на подлость Показывает, кем я сейчас являюсь Да Да Потому что это доходит до автоматизма И именно над этим мы и работаем В свое время мы говорили о том, как начать практиковать нашу праведность До тех пор, пока мы не доведем праведность до автоматизма Так что, когда есть искушение волноваться и беспокоиться Мы не начинаем волноваться Потому что мы уже автоматически обращаемся к тому, на что мы знаем и имеем право И я верю, что как раз тогда-то сатана и не может к нам прикоснуться Когда мы развиты в любви Божьей Он не может настронуть Первое послание Иоанна 5, 18 Да Он не может настронуть Лукаво не прикоснуться к нему Да Я в таком восторге от этого Об этом можно столько говорить Потому что одно дело просто учить о любви Божьей И я учил о любви Божьей Я написал книги о любви Божьей Но что-то есть в том, когда Бог начинает работать с вами, используя такие понятия, как уровни и степени И сейчас, глядя на это, я думаю Эй, в действительности, это все, над чем здесь нужно работать То есть, если я разберусь с этим, то все остальное должно пойти в масть Поэтому вместо попыток добиться того, чтобы у вас была самая лучшая машина, самый лучший дом, самое большое служение и так далее Добейтесь того, чтобы у вас была любовь Божья Да Достигните высокого уровня в любви Божьей И тогда придет и все остальное Оно придет, потому что вы ходите в любви Божьей Я в таком восторге от этого Иногда мне нужно ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон Я говорю, Боже, я снова родился свыше Да, аминь Понимаете? Но это сладость откровения Да Слава Богу И именно это и заставит людей начать наполнять церкви, проповедующие Слово Божье Да Просвещение Покажите мне, как это делать Это не обязательно, что всегда кто-то будет подходить ко мне и просить Дайте мне это, покажите мне, как вы сделали это Я могу показать вам это Но есть такая вещь, как просвещение Когда Дух Божий приходит и говорит вам что-то И когда Он это вам говорит Это взрывается внутри вас, наделяя вас способностью и силой И это может быть чем-то настолько простым Года полтора назад у нас был долг 8 миллионов долларов И я вышел пройтись по территории нашего служения И я просто сказал Господь, Ты любишь меня Ты любишь меня Я знаю, что Ты любишь меня Ты знаешь, что Ты меня любишь Ты покажешь мне, как из этого выбраться И я сказал, я буду прославлять Тебя Я устрою служение прославления Я вышел на дорогу и просто начал прославлять Бога Господь, я воздаю Тебе славу Ты сказал, что заставишь землю дать свой плод Если я начну прославлять Тебя И я ясно услышал, как Он сказал Я хочу, чтобы Ты сделал следующее Я хочу, чтобы Ты начал радоваться и смеяться Когда становится совершенно не до смеха Потому что Ты знаешь, что я собираюсь делать И каждый день, когда Ты будешь ехать в это служение Я буду говорить Тебе, что тебе делать И я начал так делать прямо там, ха-ха-ха Потому что мне было совершенно не до смеха В естественном плане мне хотелось плакать Но я услышал эти слова, просто смейся И я начал исследовать, что говорит об этом Писании В книге Ио Восказ на опустошение и голоду посмеешься Бог сидит на небесах и смеется И я думал, что здесь смешного Для того, чтобы смеяться, не обязательно должно быть что-то смешное И я просто начал так делать Я приходил и говорил, ха-ха-ха Я приходил на собрание, мне говорили, у нас не хватает средств И я говорил, ха-ха-ха Просто ха-ха Пока мне не стало смешно Мне действительно стало смешно Потому что я начал понимать Как вы собираетесь меня остановить, когда Бог любит меня А я люблю Его И Иисус молился Богу о любви Божьей И Дух Святой исполнил эту молитву И любовь Божья излилась в мое сердце Вы не можете меня победить Вы не знаете, с кем вы связываетесь Я не только являюсь праведностью Божьей Но я чадо любви Да, Господь, да Понимаете? И я вижу, как это происходит И я в таком восторге Я приезжаю в какую-то церковь И мне хочется выдать все в одной проповеди Я буду там только на одном служении И поэтому моя проповедь напоминает шведский стол Я просто выдаю все, что у меня есть Мне даже не важно, как я это выдаю Люди, что хотят, то пусть для себя и принимают Но это истинная свобода В этом-то и есть мир И сладость Божья Когда вы приходите домой И, ложась вечером спать, смотрите на свою кровать и говорите О, я снова должен прославить тебя Посмотри, что ты сделал Господь, ты дал мне эту кровать Вы начинаете повсюду узнавать и видеть любовь Божью Хождение с Богом и хождение в любви Теперь определяют мое поведение Это так здорово И я жажду, чтобы те, кто смотрит эту передачу Хотели того, в чем они видят, как ходим мы Чтобы они попытались понять Как мы можем собираться вместе и так хорошо проводить время Потому что мы дети любви И мы едем на этом поезде любви И мы хотим приглашать других людей становиться частью этого И на этой неделе я верю, что сатана не сможет обрести господство над жизнью людей Божьих Которые примут решение развивать и совершенствовать эту любовь Божью Которая есть в их жизни Страх находится повсюду в этой атмосфере, в которой мы сейчас находимся Но когда там есть любовь Божья и прославление Божье То смотрите Слава Вы не знаете, с кем вы связаны Ну и есть Да Которые продолжать? С 11 по 13 стихи 3 главы 1 послания к фессалоникийцам он говорит С 11 по 13 Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос Да управит путь наш к вам А вас Господь да исполнит и преисполнит Любовью друг к другу и ко всем Какое мы исполнены к вам Чтобы утвердить сердца ваши непорочными Во святыне пред Богом и Отцом нашим Пришествие Господа нашего Иисуса Христа Со всеми святыми Его Опять-таки Хождение в любви Божьей является тем, что нужно делать каждый день И Павел здесь говорит, что Бог управит или направит путь наш к вам Я молюсь о том, чтобы Бог направлял наш путь к тем людям, которые смотрят эту передачу Да Чтобы Он начал давать направление в их жизни И затем Он говорит, что Господь исполнит и преисполнит вас Любовью друг к другу Я верю, что это может исполниться в жизни тех, кто смотрит эту передачу Что вы сможете возрастать в своей любви друг к другу В третьей главе первого послания Иоанна Писание говорит И меня это действительно зацепило, когда я это увидел Первое послание Иоанна 3.13 Здесь Он говорит, что Господь Бог исполнит и преисполнит вас Любовью друг к другу и ко всем Поэтому здесь речь идет о любви по отношению не только к рожденным свыше людям Но о любви ко всем, какой ум мы исполнены А уже здесь Иоанн говорит, не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь Потому что любим братьев Нелюбящий брата пребывает в смерти В расширенном переводе Библии 14 стих звучит так Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь На основании того факта, что любим братьев Наших друзей христиан Тот, кто не любит, постоянно живет, пребывает, удерживается и остается в духовной смерти Теперь я могу проверить, что я перешел из смерти в жизнь Основываясь только лишь на одном На моей любви к моим братьям Для меня очень важно научиться развиваться в любви к братьям А не просто любить тех людей, которых легко любить Есть люди, которые могут действовать вам на ваши последние нервы И вы должны узнать, как любить человека При виде которого вам хочется сразу куда-то скрыться 13 глава 1 послания к Коринфянам дает нам мерило того, как развивать любовь по отношению друг к другу Апостол Павел начинает писать и говорить нам о том, как мы должны поступать и что делать Мы говорим о том, чтобы развиваться в любви Как я это делаю? Дайте мне что-то, что могло бы быть мерилом моих поступков И того, что я делаю Я встречал людей, которые делали определенные вещи Даже не осознавая того, что они это делали Они не знают, что это неправильно Вести учет всего того неправильного, что вам сделали люди Они не знают, что это неправильно постоянно скандалить Они по-прежнему пытаются понять Почему мне больно видеть успех кого-то другого Это просто зависть, которая как раз и заставляет вас испытывать боль и недовольство в виде успех другого Они по-прежнему пытаются понять Почему я боюсь, что предпочтение будет отдано не мне, а другому человеку Это ревность Поэтому я хочу открыть 13 главу 1 послания к Коринфянам И посмотреть, можем ли мы установить мерило, чтобы человек мог взять его и сказать Хорошо, дайте-ка я проверю свое хождение в любви По мере того, как я развиваюсь в любви Божьей Дайте-ка мне посмотреть на некоторые из этих вещей и увидеть, что является любовью, а что нет Трефла, ты говорил о ревности, зависти и так далее В основании всего этого лежит страх Конечно 1 послание Иоанна 4,18 Совершенная или развитая любовь изгоняет или вытесняет страх Поэтому в 13 главе 1 послания к Коринфянам Мы прочитаем о том, что избавляет вашу жизнь от страха Одно дело атаковать страх И нам нужно это делать Нам нужно противостоять ему, атаковать его, узнавать его Но Слово Божие говорит, боящийся не совершен, не развит любви И сейчас мы как раз обратимся к местам Писания, говорящим о том, как развивать любовь Они говорят нам, какой у нее характер, что она думает, как она поступает и что она говорит Так что, когда мы все это делаем, страх не может оставаться на прежнем месте А когда уходит страх, уходит и мучение Потому что там, где есть мучение, там должен присутствовать страх В страхе есть мучение, волнение, беспокойство, тревога, сомнение, неверие, эгоизм Все это мучает Эгоистичный человек думает о себе А как насчет меня? Он никогда не говорит А как насчет меня? Он всегда говорит, а как насчет меня? Я имею в виду, что он мучается В этом есть мучение Конечно же, ему больно, и я ему сочувствую Но пока любовь Божия не вытеснит оттуда этот страх, ему не победить эту боль Вы можете справиться с ней на время, но она никуда не уйдет То же самое и с гневом О, гнев Многие люди пытаются понять, почему я злюсь Однажды Богу пришлось поработать со мной в этом вопросе Тэффи сотрудничала с одной компанией звукозаписи И я кое-что знал о тех людях, с которыми она имела дело И у меня не было мира на этот счет Она позвонила и спросила меня Я рассказал ей об этом и сказал Как бы там ни было, поступай как знаешь И Бог спросил, чего ты боишься? Я ответил, нет, я не боюсь Я злюсь Он сказал, да, я знаю Чего ты боишься? Я сказал, послушай Да Я сказал, послушай, я боюсь, что ею просто попользуются И меня злит вся эта ситуация Я сказал, послушай Ты уже был зол на того человека, как будто он уже причинил ей боль Хотя он ничего еще не сделал Он ничего еще не сделал Но страх вызвал твой гнев еще до того, как ты осознал, что он у тебя был Многие мужчины выражают свой страх через гнев, даже не догадываясь об этом Знаете, мужчины лучше скажут, я зол, нежели мне больно Они лучше скажут, знаете, меня это просто злит Но почему? Чего вы боитесь? Перед чем вы испытываете страх? И в нашей мужской группе мы решили делать следующее Каждый раз, когда вы злитесь, остановитесь и спросите себя Чего я боюсь? Перед чем я испытываю страх? Дайте-ка я отложу в сторону гнев и посмотрю, чего я боюсь И глядя на все эти разные характеристики того, как совершенствовать любовь Так, чтобы нам не нужно было испытывать страх Мы должны посмотреть на то, где мы чувствуем неуверенность в себе Где у нас идет борьба Знаете, мы встречаем много проповедников, которые все еще борются У вас идет борьба, потому что вы боитесь, что что-то вот-вот произойдет Чтобы остановить это Мы должны посмотреть на то рабство, в котором находятся люди Мы должны посмотреть на тот факт, что я нахожусь в таком рабстве у людей Что не решусь сделать следующего шага Боясь того, что вы обо мне подумаете И что вы можете обо мне сказать Даже если у вас есть такой характер Что несмотря на то, что это не популярно Вы все равно можете говорить и учить об этом Вы по-прежнему имеете дело со страхом Хочу я этого или нет, но каждый раз пытаясь с помощью веры и любви Переправиться на другую сторону, я спрашиваю А что об этой стороне говорит страх? Потому что как только вы начинаете учить на тему страха И я видел в своей жизни страх смерти после той аварии, когда я был на волосок от смерти Я почти видел, что было на той стороне И я видел некоторые вещи на той стороне Я слышал голоса, все замедляло ход Это было неповторимое переживание И я остался невредим Как и обещает Слово Божье Говоря, что Он избавит меня Но я задавался вопросом Подождите минутку, а что будет в следующий раз? И вместо того, чтобы ездить пристегнутым, потому что этого требует закон Я пристегивался из страха И мне нужно было исправить это И я знаю, как это было опасно Я знаю, как мы с Тефи ходили в страхе И как она ходила дома в страхе Мы начали смотреть 13 главу 1 послания к Коринфянам Мы начали смотреть, как Павел оставил младенчество и достиг зрелости в любви Божьей И как он также оставил мучивший его всю жизнь страх Если кому-то и было с чем разбираться, так это человеку, убивавшему всех тех христиан Вот ты знаешь, дьявол не хуже меня Ты же знаешь, как он мучил его мыслями И доставал его посреди ночи Да, да, доставал его И помните, в темнице в Филиппах Они с силой были закованы в колодки Они были закованы в колодки И среди ночи они прославляли и поклонялись Богу Поставьте себя на его место Вот вы пошли туда, потому что поверили, что Бог послал вас туда А все закончилось тем, что вас избили и заковали в колодки Думаете, дьявол не говорил ему? Теперь видишь, теперь видишь, видишь Ты просто расплачиваешься за все то зло, которое ты сделал до того, как спасся Конечно И так далее Но тот же самый Павел написал церковь в Филиппах Одного я достиг, одно я делаю Я забываю то, что было в прошлом и устремляюсь вперед Да За наградой Он говорит, я стремлюсь, я оказываю давление, идя вперед Этим давлением является любовь Божья, чтобы делать то, что сказал Бог И это давление было сильнее того давления, которое оказывал на него дьявол И та темница как будто бы взорвалась Слава Богу! О Господь, наше время подошло к концу Мы с Крепла завтра именно с этого и начнем Так что приготовьте, слава Богу! Я так рад возможности рассказывать людям о том, чем мы с тобой живем уже многие-многие-многие годы И это продолжает расти Это продолжает расширяться Боже мой, я как брат Хиггин Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, как многого я еще не знаю И это расширяется Это растет и это побеждает И вы думаете, слава Богу, я уже достиг этого И Господь говорит, сынок, я хочу поговорить с тобой еще кое о чем Да И Он начинает открывать ваши глаза Показывая вам новую территорию, новые великие вещи Мы живем в последние минуты перед пришествием Иисуса Я верю в это Мы возрастаем и возрастаем от славы в славу и от веры в веру Мы подходим к тому, когда следующим шагом веры будет прославление тела Христова Это не будет как О-о-о Это будет просто еще одним шагом веры И вот оно, слава Богу И в эти последние минуты, в которые мы сейчас живем, все происходит очень быстро Пора начать радоваться и понять Что Бог любит меня так же сильно, как Он возлюбил Иисуса И жизнь в этой любви приведет вас в радость Господина И Он наделил меня властью Использовать Его любовь Чтобы любить тебя В Евангелии от Иоанна 17, 26 Иисус молился Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет Она в нас, чтобы мы ее использовали Та же самая любовь, которая воскресила Иисуса из мертвых, находится сейчас в нас Она излилась в наши сердца Духом Святым, чтобы совершать свою могущественную работу Если вы только позволите ей течь в полной мере И я прошу людей, дайте любви шанс Перестаньте бороться с ней По-моему, на одной из передач мы сказали Поверьте в нее Поверьте любви, да Первое послание Иоанна 4, 16 И она принесет вам такую радость, какую вы никогда еще не испытывали Людям такого и не снилось Слава Богу О такой любви говорится в 13 главе первого послания к Коринфянам Начиная с первого стиха И вчера мы говорили и согласились о том, что войдем в предложенное господином решение проблемы страха Да А это значит, будем действовать и развиваться в любви Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею То я медь звенящая Или кимвал звучащий В некоторых переводах здесь используется слово милосердие Потому что настоящей сильной любовью всегда является любовь, которая отдает Не просто дает Я вижу любовь как семя Когда я ее в кого-то сею То я ожидаю получить что-то в ответ Получить урожай Знаете, в наши дни слово милосердие Утратило свое истинное значение Но в то время, когда переводили Библию Оно его еще не утратило И слово милосердие действительно является хорошим переводом слова агапе Которое означает любовь завета Она говорит, я обещаю любить, что бы ты ни делал А милосердие говорит, я обещаю любить, что бы ты ни делал Но оно этим не ограничивается Оно является желанием помогать тебе делать то, чего ты не можешь делать Оно не является чем-то оскорбительным Это не значит, что человеку говорят Ты ниже меня и мне просто придется... Нет Это социальная помощь Мы не говорим о социальной помощи Мы говорим о любви Божией Крефло, у него внутри есть такое сильное желание давать тебе Он хочет переполнить твою чашу Он хочет, чтобы ты знал, какой он Он хочет давать и давать Он так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но умел жизнь вечную И если он отдал своего сына, то почему вы сидите, задаваясь вопросом, даст ли он вам другие вещи или нет? Если он отдал своего единородного сына Если он не пожалел для нас своего сына Аллилуйя Именно это в действительности и означает это слово Переведенное здесь как любовь или милосердие Оно означает очень сильное желание восполнять чьи-то нужды Чи угодно, где угодно, когда угодно Я должен это делать Кейт Мур, проповедуя у нас в церкви, сказал Мы думаем о том, чтобы иметь достаточно А Бог хочет дать вам слишком много Он Бог слишком многого И он спросил Вы знаете, почему Бог хочет переполнить вашу чашу? Все в церкви сидели, думая, почему? Он сказал Просто потому, что ему этого хочется Таков уж он И именно об этой милосердной любви мы здесь и говорим Его характер Его характер Он продемонстрировал этот характер Аврааму Когда тот только что убил несколько вражеских солдат И задавался вопросом Боже, я расстроил тебя этим? И в 15 главе книги Бытия Библия говорит После сих происшествий Было слово Господа к Аврааму И он сказал Награда твоя весьма велика И Бог никогда ничего не делает в той мере В которой мы пытаемся заставить его это делать Он просто не будет этого делать Он всегда будет делать несравненно больше В избытке Да Сверхмеры Да Больше обычного Вы представляете, насколько умными вы должны для этого быть? Он настолько умный Он так велик Как-то раз я сказал в молитве Ты настолько умный Я хочу быть таким же умным, как ты Я хочу быть таким же, как ты Он сказал Я сказал в своем слове, что ты имеешь мой ум Аллилуйя Я буду таким же, как мой папа И это все является частью хвалы Вас это просто переполняет Аминь Он сказал Если я говорю языками человеческими и ангельскими А любви или милосердия не имея То я медь звенящая Или кимвал звучащий Если имею дар пророчества И знаю все тайны И имею всякое познание И всю веру Так что могу и горы переставлять А не имею любви Или милосердия То я ничто В расширенном переводе говорится Я бесполезный никто Это не то, что я хочу услышать У небесных ворот Я имею в виду Вы приходите и говорите Господи, Господи Разве не от Твоего имени я пророчествовал И не Твоим ли именем Не совершил много чудес И Господи У меня было достаточно веры Чтобы передвинуть каменную гору Из дикатуры в колледж парк Боже, в чем дело Ты так никогда не развился в любви Ты бесполезный никто Ты никогда не пребывал во мне И дальше он говорит И если я раздам все имение мое И отдам тело мое на сожжение А любви или милосердия не имею Нет мне в том никакой пользы Ты прочитал и услышал ответ на то Почему есть так много сеяния И нет жатвы Так много сеет Они жнут Вот оно Это основное Он раздал все свое имущество Чтобы накормить нищих И отдал на сожжение свое тело Это не значит, что он облил себя бензином и поджег Это значит, что он сгорел Он сгорел работая на Бога Пытаясь сделать добро Давать, сеять, сеять и сеять Не получив от этого никакой пользы Это возвращает нас к тому С чего мы начали эту серию передач Если речь идет о процветании То оно должно быть привязано И соединено с любовью Божьей Если что-то не привязано к любви Божьей То оно не достигнет своей полноты Вы не можете восторгаться принципами Имея неправильный мотив Неправильный мотив в конечном итоге Приведет к неправильному методу И многие люди пытаются делать следующее Они видят, как можно что-то делать И потом хотят воспользоваться этим методом Не понимая мотива Крефло, вот хороший тому пример Проповедники даже несмотря на то, что они начали процветать финансово Годами ездили на старых добитых машинах Чтобы люди считали их смиренными И это не смирение Это казалось нормальным Но с другой стороны Кто-то идет и покупает этому проповеднику Мерседес Потому что он хочет, чтобы люди его оценили Это неправильно Это так же неправильно, как и в первом случае Потому что у них, у обоих, неправильный мотив Они оба пытались произвести на кого-то впечатление Один с одной стороны, другой с другой стороны У них, у обоих, были неправильные мотивы Если бы их мотивом была любовь Божья То не имело бы значения, на какой машине он ездит Не имеет значения, как он выглядит Любовь выйдет и накинет вам на плечи пальто И однажды брат Хиггин сказал мне Человеку, который ходит и живет по любви, невозможно противостоять Я верю в это Аллилуйя Я верю в это Аминь Четвертый стих Любовь или милосердие долго терпит Милосердствует Любовь не завидует Любовь не превозносится Не гордится В расширенном переводе Библии говорится Любовь вынослива Терпелива И добра Любовь никогда не завидует И не кипит от ревности Она не хвастлива И не тщеславна Она не превозносится Павел так о многом здесь говорит Во-первых, он говорит Любовь вынослива И терпелива Нам нужно научиться библейскому терпению Иметь библейское терпение Это не значит мириться с чем-то Так что любовь не будет с чем-то мириться Вы когда-нибудь слышали от людей Я люблю тебя, поэтому я мирюсь с тобой Это вовсе не то, что говорит делать любовь Божья Любовь вынослива Любовь возьмет любовь И будет продолжать быть любовью Независимо от того, что происходит Я не собираюсь позволять кому-то определять мою любовь Понимаете, я решил Я должен принять решение Я буду любить вас Я просто буду последовательно И постоянно продолжать придерживаться Принятого мною в самом начале решения любить вас Что бы вы ни делали Это истинное определение терпения И дальше он говорит Любовь добра Я получил информацию от одной исследовательской группы Они провели исследование церквей И опросили тех, кто их посещает И они сказали Люди, посещающие церковь, в первую очередь Отмечают то, что они не находят любви Я был в шоке Я спросил, что Они сказали, что первое, что отмечают люди, приходя в церковь Это, что они не находят никакой любви или любви Божьей Отчасти дело в том, что мы настолько готовы пытаться придерживаться структуры того, что мы должны делать Что мы не добры Я говорю о простой доброте и любезности Здравствуйте Как ваши дела? Проявление любезности И любовь добра И любезна И она не грубит Это немного одернет вас, если вы задумаетесь Подождите минутку, любезен ли я? Добрый ли я человек? Любовь добра и любезна Если вы хотите действовать в этой любви, которая произведет такие могущественные результаты и введет вас в радость господина Тогда вы будете работать над тем, чтобы быть добрыми и любезными по отношению к людям Затем Павел переходит к следующему уровню Он говорит Любовь никогда не завидует Вы чувствуете боль и досаду, видя успех или превосходство другого человека Там, где зависть и сварливость или ревность И все это неотделимо друг от друга Но я никогда в жизни не встречал так много людей Я имею в виду христиан Которым по-прежнему больно видеть успех других Возможно, это объясняет, почему они не добиваются успеха Библия говорит нам радоваться с радующимися Почему? Чтобы держать дверь открытой Так, чтобы то же самое пришло и в вашу жизнь Но вот что происходит, когда мы не можем радоваться с другими людьми Этим самым мы в буквальном смысле возводим плотину И не даем тому потоку, который течет в жизни этого человека И злиться в нашу жизнь И теперь вы действительно будете испытывать боль Иногда мне хочется зайти даже слишком далеко, радуясь людьми Помню, как я имел честь походить по вашему дому, когда он еще строился У меня внутри наворачивались слезы Я сказал, послушайте, это особняк Это большой дом Я просто начал прославлять за него Бога Я действительно от всего сердца был рад Это мой папа, посмотрите на него Это похоже на особняк губернатора Я просто радовался и наслаждался этим И вскоре то же самое помазание сошло и на меня И Бог просто взял мой бизнес в сфере недвижимости И начал благословлять его и делать его процветающим Я подумал, что происходит Он сказал, когда ты радуешься с радующимися Я дам тебе повод для еще большей радости Да Поэтому я думаю, что когда мы говорим о развитии в любви Божьей И мы проверяем себя на вопрос зависти Нам нужно разобраться с этой болью и досадой, которую мы чувствуем, видя чей-то успех Я хочу, чтобы ты был успешен Я не злюсь на тебя Я хочу, чтобы ты был успешен Я хочу, чтобы ты процветал Я хочу, чтобы у тебя хорошо это получалось Но мы поговорим об этом чуть позже, когда дойдем до того, что любовь не хвастлива И мы смотрим на это Подождите минутку Если я собираюсь хвастаться, то позвольте мне хвастаться и хвалиться в Господе, воздавать славу Богу В книге Иеремии 9.23 Библия говорит Да не хвалиться мудрой мудростью Своею Да не хвалиться сильной силою Своею Да не хвалиться богатой богатством Своим Но хвалящийся хвались тем, что знает меня Аллилуйя Что я Господь, творящий милость на земле Поэтому если мы возьмем мерила Если я хочу измерить, насколько я хожу в любви То любовь не завидует Поэтому, начиная разбираться с этой завистью и болью, я также разбираюсь с этим страхом Вы знаете, что это страх Это стопроцентный страх Я боюсь того, что вы добились успеха А я, похоже, нет Поэтому я должен злиться на вас из-за того, что вы его добились И это поможет добиться успеха и мне? Все наоборот Да Я нахожусь в служении намного дольше тебя И ты близко не знаешь того, что знаю я И тебе достаются все лавры за то, что проповедовал я Ты берешь мой проповедь и проповедуешь ее на телевидении Теперь все думают, что это твое откровение Это не имеет никакого значения, боже мой Вот бы все проповедовали то, что проповедую я Брат Робертс как-то сказал Он сидел на первом ряду, когда я проповедовал об имени Иисуса Мой духовный отец сидел на первом ряду и конспектировал И я подумал Интересно, что он пишет? Он закончил писать и сказал Я украл все, о чем ты сегодня проповедовал И добавил Дай мне две недели, и ты это не узнаешь И просто рассмеялся Он сказал Нет, успех без успешных последователей Является поражением Цель учителя заключается в том Чтобы другие могли взять ту информацию, которую вы даете И улучшить ее Возрастать на ее основании и проповедовать это Какая разница, кто первым это сказал? Иисус первым это сказал Он сказал Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению во имя Мое Откуда они взяли то, что они проповедовали? Проповедовали, хорошее слово, не так ли? Они получили это от Него Мы получаем это от Него Мы делимся этим с другими И благодарение Богу Они извлекают из этого пользу Они процветают Вы смотрите на мой дом и осознаете, что Бог дал мне его И не имеет значения, кем и где вы работаете Дело в вашем послушании Ему И у вас может быть такой же дом Или даже больше Все, что вам нужно сделать, это улыбнуться и начать радоваться В том, что делает Бог Да Зная, что ключом ко всему является любовь Да Все благодаря любви Да Вам нужно достаточно любить свою церковь, чтобы быть готовым повторить то, что вы слышали от кого-то другого И что вышло от Духа Божьего Я люблю свою церковь И не собираюсь пытаться быть настолько оригинальным Чтобы отдалиться от Слова Божьего И закончить полным безумием Для этого нужно иметь характер Нужно иметь характер, чтобы стать за кафедру, прекрасно зная, что все знают, откуда ты это взял И сказать Я буду проповедовать вам об этом, потому что кто-то, возможно, этого не понял Я люблю свою церковь и не собираюсь откладывать что-то в сторону, зная, что это есть на земле Помню, как я впервые попал на вашу конференцию верующих И когда я вышел оттуда, Бог сказал Поезжай домой и делай то, что ты здесь видел И на нашей первой конференции веры я учил обо всем том, что я там услышал Я взял твои книги Книги брата Робертса, книги Джерри Савелла И я учил обо всем, о чем только мог А поскольку нам придется жить здесь до возвращения Иисуса То в конце концов мне придется снова выйти на эту сцену И нужно иметь характер, чтобы выйти на нее, зная, что это не является непосредственно твоим откровением Но ты определенно можешь сделать его своим Да Потому что если ты достаточно долго об этом учишь, то это уже не чье-то Сначала я говорю так, сказал брат Копланд В следующий раз я говорю так, сказал великий человек Божий Ну а потом я говорю, как я сказал Да Потому что это станет моим Это будет моим О, да Откровение порождает результаты Оно принадлежит тебе точно так же, как оно принадлежит мне или кому-то еще Потому что Иисус принес его на эту землю, чтобы получить этот результат Да, да И как только оно принесло плод вашей жизни Вы обязаны поделиться этим с другими людьми Чтобы они получили тот же самый результат Но зависть остановит это О, она это заглушит Зависть останавливает это Зависть говорит, я не буду этого делать Почему? Раз он об этом проповедовал, то я не буду об этом проповедовать Кто-то сказал брату Хейгену Один человек проповедует ваши проповеди Кое-кто из них хотел подать на меня за это в суд И он ответил Слава Богу, наконец-то кто-то это подхватил Да И люди говорили брату Робертсу Этот Каннет Копленд проповедует ваши проповеди Он ответил А зачем, по-вашему, я открыл свой университет? Именно для этого мы и открыли наш университет Что с вами такое? Один из моих студентов Начал проповедовать то, о чем я здесь говорю Аминь И это ученик? Да Он следует учению того, за кем он следует Я имею в виду, что я следую за тобой Ты мой учитель Я слушаю, что ты говоришь Я применяю это на практике Я говорю, да, это сработало И потом иду и учу этому кого-то еще Я не пытаюсь изменить названия твоих проповедей Они как раз то, что надо Я не пытаюсь их изменить Понимаете, о чем я говорю? Но что-то есть в том, когда вы достаточно долго пребываете в этом И затем приходит откровение Вы начинаете это видеть по-своему И вот вы прослушали одну кассету И это вылилось в 13 недель учения Которая просто продолжалась и продолжалась И я понимаю, что некоторые белые люди не будут слушать меня А некоторые темнокожие не будут слушать тебя Но знаете, если мы начнем проповедовать об одном и том же То те, которые будут слушать меня Они об этом услышат Они так или иначе Они об этом услышат Они об этом услышат, да Но у нас не должно быть в служении зависти Которая открывает дверь для духа соперничающей ревности И мы не ходим в любви Теперь мы уже ходим в страхе Кому Павел это написал? Он написал это нам Да, но он написал это церковь в Каринфе Да, да, да В чем была их главная проблема? Я Павла Да Я Аполоса Да О да, я Иисусов Я не обращаю ни на кого из них никакого внимания, понимаете? И Павел учил Каринфскую церковь Которую это чуть не разрушило И этот великий апостол, величайший учитель Которого видел мир после вознесения Иисуса, сказал Я пришел сюда и не мог учить вас Вы можете себе это представить? Человек, помазанный Духом Святым, не мог учить Он сказал, я не могу учить вас Вы ввязались в ссоры и распри И вышли из любви Божьей Являя собой сейчас просто кучку младенцев Я не могу учить вас тем вещам, которым пришел вас научить К чему он обратился? Он обратился прямо к любви Божьей Боже мой, как раз перед тем, как включили камеры Мы с Крефла говорили о том, что хвала Является своего рода духовным спусковым крючком Она работает между людьми Она работает между людьми и Богом Библия говорит, что в последние дни, когда все это закончится И мы все соберемся вместе Он откорректирует все наши доктрины И ответит на все наши вопросы И затем все люди прославят Бога Он скажет Крефла, вот что я пытался тебе сказать И вот как ты это понял И все хорошо, но просто... И ты скажешь, слава Богу И он исправит меня Он откорректирует всю нашу доктрину И все, и все будут двигаться в одном ключе Затем он начнет хвалить нас Что мы вообще сделали, чтобы заслужить какую-то похвалу? Просто он любит вас Именно поэтому он и будет вас хвалить Это работает, когда дело касается ваших детей, вашей жены Это работает в семье, это работает в церкви Вы назидаете человека Вы хвалите его, потому что любите его Глория, знаешь, я от тебя просто в восторге Вы входите в комнату к своим детям вместо того, чтобы говорить Нет, нет, нет И просто шлепать их Вы начинаете хвалить их Назидать их, поднимать их Вы поступаете так по отношению к Богу Господь, мы так любим и прославляем тебя Ты такой умный Такой великий и могущественный Для тебя нет ничего слишком трудного И он отвечает Любовь всегда отвечает на такие слова Если мы начнем это понимать Бог также сказал Я сотворил вас, чтобы вы могли прославлять меня Я начал задумываться над этим Я сказал, человек всегда будет находиться в какой-то растерянности До тех пор, пока не начнет делать то, для чего он был сотворен Это правда И любовь Божья Крифл, это здорово Сила Божья Праведность Божья Понимаете, Бог соединяет все это вместе И я уже готов сейчас скачать с этого кресла Вы начинаете видеть, как все это соединяется одно с другим Вы видите, как годы учения и разные откровения, которые получало тело Христово, соединяются воедино Это что-то настолько потрясающее Посмотрите Оказывается, что большинство изобретателей и ученых были верующими и прославляющими Бога людьми Да, да, большинство изобретателей Именно поэтому к ними пришли эти идеи и откровения Хвала принесет в вашу жизнь просвещение Посмотрите на великих мужей в Библии Посмотрите на Павла Посмотрите на Соломона Почему у них был такой избыток мудрости? Они были теми, кто прославлял Бога Они были людьми, которые постоянно прославляли Бога Павел в тюрьме прославлял Бога Что-то есть в прославлении Бога и любви Божьей И когда вы начнете ухватываться за эту любовь Божью Она приведет вас в прославление Бога И прославление Бога приведет вас обратно в эту любовь Божью И это будет цикл любви Туда-обратно И вы продолжаете прославлять его И вы любите его И это наносит удар по страху Да Скажу вам, вы входите в то, о чем мы здесь говорим И вы можете сокрушить дьявола Вы можете сокрушить его Свергнуть его Построить клетку, в которой он не может ни зайти, ни выйти Да И как только это происходит Вы можете создать такую ситуацию, от которой он никогда не оправится Вы говорите о любви Божьей О Иисус, но если говорить о хвале Бог верен своему слову Да, он верен своему слову Но когда вы его прославляете, он приходит Он живет среди нашего словословия Я знаю, где он живет Он живет среди нашей хвалы Я слышал один пример Мы с Тэффи говорили об этом Например, если бы я был президентом Соединенных Штатов И отправил вам послание в письменном виде Вы бы показали его охраннику у ворот Он бы посмотрел на это послание И скорее всего, кое-что бы проверил Чтобы убедиться в подлинности данного послания Этого маленького письма Это одно И как только он узнает, что оно исходило от президента Соединенных Штатов Ему придется быть верным этому посланию Но другое дело, когда у ворот появляется сам президент Да Если бы он лично сам там появился И именно это и происходит Да Именно это и происходит, когда мы начинаем ходить в любви Божьей Понимая связь между любовью Божьей и прославлением Бога Бог появляется лично сам Вместо того, чтобы посылать письмо или свое слово Он приходит лично сам Именно это он и хочет делать Он дал нам свое слово, но он хочет прийти Он хочет, чтобы мы начали создавать определенную атмосферу Чтобы он пришел и заставил всю землю дать свой плод По-моему, это 66-й Псалом Там говорится Мы можем быстренько его открыть Можно открыть его? Конечно 66-й Псалом Где это? Да Да В 6-м стихе 66-го Псалма Говорится Да восхвалят тебя народы Божьи Да восхвалят тебя народы все Земля дала плод свой Да благословит нас Бог Бог наш Да благословит нас Бог И да убоятся его все пределы земли В расширенном переводе Библии говорится Земля дала урожай свой в доказательство Божьего одобрения Слава Богу Бог Наш Бог Благословит нас Он наделит нас силой Посмотрите, что здесь происходит Он говорит, что вы настолько начинаете понимать любовь Божью, Его милость Этот Псалом начинается со слов Божия Будь милостив к нам И благослови нас Освяти нас лицем Твоим Дабы познали на земле путь Твой Во всех народах спасение Твое Да восхвалят тебя народы Божьи Да восхвалят тебя народы все Да веселятся и радуются племена Ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами Да восхвалят тебя народы Божьи Да восхвалят тебя народы все Я верю, что каким бы тяжелым ни казалось то время, в которое мы сейчас живем Если мы только войдем в эту хвалу, понимая эту любовь, которая приводит нас в радость Господина, то Бог всемогущий скажет, знаете что? Теперь я могу совершить здесь несколько подвигов. Я сделаю то, чего вы не видели, или что вы считали невозможным. Вы не можете остановить того, кто прославляет Бога. Вы не можете остановить человека, который входит в радость, входит в хвалу, начиная благодарить и выражать Богу признательность за то, что он совершил. И я хочу быть благодарным за эту любовь, которую он излил в мое сердце. Да. Я хочу быть благодарным за то, что он позволил принести Духу Святому. Дух Святой принес молитву, которой молился Иисус. Он помолился ею, Отец услышал ее, и Дух Святой принес именно то, о чем они говорили. Слава Богу. И я верю, что эта земля даст такой плод. Мы еще не видели этого плода. Вы думаете, мы что-то видели? Я не говорю о следующем годе. В этом году, в этом году, на тело Христова высвободится такой урожай, что люди точно узнают, что наш Бог живет и здравствует. И те, кто погряз во всевозможных неправильных вещах, они, глядя на нас, будут притянуты этим урожаем. И они скажут, «Боже мой, когда, казалось, они были на дне, Бог выдернул их оттуда, потому что хвала будет поднимать, возвышать и продвигать человека». Да. Но оно все вытекает из любви Божьей. Когда я действительно могу любить его, я могу прославлять его должным образом. Самым известным и самым успешным лидером в истории был Давид. Соломон действовал в мудрости Божьей, но он был продолжением Давида. Давид так прославлял Бога, что люди посчитали его сумасшедшим. Слово Божье говорит, что даже будучи маленьким мальчиком, из нашего перевода Библии мы этого не видим, в нем это полностью упускается. Помните, Слово Божье говорит, что Исаф был весь такой красный. То же самое говорится и о Давиде. Мы думаем, что речь идет о разовощоком мальчике. Именно это на нашем языке данное слово и означает. Но на еврейском оно означает совершенно другое. Это то, как его перевели. Но его перевели абсолютно неправильно. Это слово означает, он дикий, как осел, которого нельзя усмирить и приручить. Он убийца. Исаф был диким против Бога. Давид был диким для Бога. И вот его описание. Он настолько дикий, что его нельзя приручить. Помните, когда Самуил пришел в дом Давида? В дом Исе. Он собирался помазать царя. Давида туда даже не пустили. Он был во дворе. Они не пустили туда этого дикаря. Он ставил неловкое положение всю семью, потому что он был диким, как осел. Этого дикого, буйного ребенка нельзя было сдержать. Когда у вас собираются люди и приезжает проповедник, заприте этого ребенка в сарае. Именно поэтому его и не привели со всеми остальными сыновьями. Его с ними не привели. Самуил спросил, это все твои дети? И Исей ответил, нет, здесь нет пастуха. Самуил сказал, приведите его. Бог сказал, это мой человек. Это мой человек. Ради меня он просто дикий. Будучи царем, Давид так увлекся прославлением Бога, что сорвал с себя одежду и выбежал на улицу через парадную дверь. Как, по-вашему, на это отреагировали бы средства массовой информации? Его жена сказала, я в жизни ничего более вульгарного не видела. Это настолько ее потрясло. Он сказал, женщина, ты еще ничего не видела. Я буду еще более вульгарным. Я буду играть с моим Богом. Скажу вам, хвала просто текла из него. Но посмотрите, к чему это его привело. Благодаря тому, что он постоянно воздавал Богу хвалу, он сидел и играл на гуслях. И одержимый бесом Саул, дважды метал в него копье и промахивался. Хвала проследит за тем, чтобы вы наслаждались божественной защитой. Именно этим он и наслаждался. Да. Вот царь и священник ведут все эти сражения. Кажется, что рано или поздно кто-то сможет пригвозить его к стене или что-то в этом роде. Но не тогда, когда вы прославляете Бога. Почему? Потому что вы пригласили присутствие Божье жить с вами и среди вас. И это присутствие Божье защитит вас. Мы говорили об этом несколько лет назад. От рабства к свободе. Как так могло быть, чтобы в период рабства был издан документ, провозглашающий свободу от рабства и освобождающий чернокожих людей. Это все, что они делали. У меня была возможность поехать и посмотреть, каково это — собирать хлопок. Я исцарапал руки. Я не мог выдержать и сорока минут. Я прославлял Бога за то, что родился в этом поколении. Но хвала, которая звучала на тех полях, наши предки, которые мало знали Слово Божье и не имели откровения. У моей тети Дженни была церковь, и она до сих пор жива. Ей 80 с чем-то лет. Все, что они делали, это только прославляли Бога и свидетельствовали. Затем прославляли Бога и свидетельствовали о Его благости. Затем снова прославляли Бога. И они это делали. Это запечатлено на фотографиях Конституции Атланты. Они делали это, по-моему, шесть дней. И в последний день, на шестом часу, слава Божья сошла на церковь. Некоторые мои родственники жили прямо рядом с церковью, на этой стороне. И слава была настолько яркой, что они задернули шторы. Они сказали, что слава Божья окутала всю церковь. Они сфотографировали это и просто не могли объяснить, что это было. Все, что они делали, это только прославляли Бога и свидетельствовали о Его благости. Они прославляли Бога и свидетельствовали о Его благости. Так много, что Бог сказал, «Похоже, я здесь надолго». Они никуда Меня не отпускают. Они продолжают прославлять Меня и свидетельствовать о Моей благости и прославлять Меня. Требуется не так много, чтобы заставить Бога выйти на сцену, когда вы начинаете узнавать Его любовь, Его благость и начинаете выражать Ему свою благодарность. На примере, исцелившиеся прокаженные, один из них, который вернулся, чтобы сказать спасибо, он перешел от исцеления к целостности. Да. И все, что не ладилось в его жизни, изменилось, потому что он стал благодарным. И я думаю, что тело Христово должно ухватиться за это. Вместо того, чтобы роптать и жаловаться, мы должны закончить это в хвале, в поклонении, в благодарении и благодарности. И в этом случае мы увидим, как мы направляемся к этому Дню Силы. Не в жалобах, не в страхе, не в волнении, не в ропоте, а в хвале, благодарении и благодарности за любовь Божью, которой мы верим. И теперь, когда я верю этой любви Божьей, позвольте мне идти прославлять Его за любовь Божью, которой я верю, которая проявляется в моей жизни так, что куда бы я ни повернулся, я все время наталкиваюсь на любовь Божью. Крифла, мы направляемся к полноте. К полноте. Позавчера ты читал третью главу послания к Ефесянам. Давай к ней вернемся. Третья глава послания к Ефесянам. Это прекрасная молитва Духа Святого. И помните, в четвертой главе Евангелия от Марка Иисус учил, «Сеятель Слово сеет». И он сказал, «И тотчас приходит сатана, чтобы украсть посеянное Слово». Но он сказал, что они не имели в себе корня, и потому их хватило ненадолго. Вот этот корень. И мы говорили об этом. Но посмотрите, к чему это ведет. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Зачем? Чтобы верой вселиться Христу в сердца ваши. Зачем? Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Зачем? Могли постигнуть со всеми святыми. Зачем? Что широта и долгота, и глубина и высота? Зачем? И уразуметь или познать любовь Христову, любовь помазанного. Каждое действие помазания является действием любви, снимающим времена и уничтожающим ермо. Превосходящее разумение. Зачем? «Дабы вам исполнится всею полнотою Божьей». В теле Христовом, главным образом в Соединенных Штатах, мы проходили все эти стадии, особенно последние 50-60 лет. По крайней мере, в какой-то степени мы прошли все эти стадии. Крефла. Хвала и поклонение. Окутанное любовью Божьей. Без страха. Полнота Божья. Там нет страха. Для Него нет никакого места. Нет места для сомнения. Нет места для неверия. Ни для чего из этого нет места. Когда это начнет проявляться в прославлении Бога, вы увидите в полноте служение апостола. Вы увидите в полноте служение пророка. Вы увидите в полноте служение евангелиста. Вы увидите в полноте служение пастора, учителя. вы увидите в полноте все эти служения. Вы увидите дары Духа, действующие без меры. Даже Иисус не действовал в абсолютной полноте из-за того завета, на основании которого Он действовал. Он сказал, «Дела, которые Я творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите». Мы являемся тем поколением, которое увидит, как это исполнится. Это будет происходить прямо во время хвалы и поклонения. Я знаю это. Я знаю, что так оно и будет. Мертвые будут воскресать. Они уже воскресают. Они сейчас воскресают по всему миру. Но что будет это ускорять, и что мы раньше упускали, так это мотив. Вы можете начать прославлять, но если в вашей жизни так много эгоизма и греха, то на небесах это просто пустой звук. Первое послание к Орифинам, да. Вы ничего этим не производите. Но когда вы берете любовь Божью, и хвала рождается из любви Божьей, из-за любви Божьей, и для любви Божьей, то это вся полнота, полнота всего. Именно к этому мы и идем, к полноте. Я думаю, что именно поэтому мы сейчас больше разбираемся с тем, что лежит в корне, потому что Бог пытается... Знаете, мы имели дело с какими-то составляющими, то здесь, то там, а Бог хочет иметь дело с полнотой всего этого. Я говорю о том, что Он собирается завладеть вниманием на этой земле. Да. Бог собирается завладеть вниманием некоторых политиков. Он собирается завладеть вниманием некоторых мусульман и всех остальных. Они начнут замечать это. Подождите минутку. Этого не происходит в нашем лагере. Этого не происходит в нашей стране. Этого не происходит в моем бизнесе. И они начнут видеть эту проявленную благость Божью, как ты сказал. Если я хвалю своего ребенка, то он поступает лучше. Я захожу в комнату, смотрю на Лорен и говорю, «Лорен, дорогая, подожди минутку. Это на тебя не похоже. Я хочу, чтобы она точно знала, что она не отождествляется с этим. Ты отождествляешься вот с этим, дорогая. Вот с чем ты отождествляешься. Ты находишь свое отождествление в Слове Божьем, а не вот в этом. Следите за детскими, молодежными служениями по всему миру. Там что-то начинает происходить. Бог очистит улицы. Наркоманы очистятся. Будут проститутки, которые за один день придут к Господу. Я не говорю о том, что будет через 20 лет. Нет, нет, мы говорим о настоящем времени. Я говорю о настоящем времени. Я говорю о сегодняшних днях. Да. И я верю, что это потому, что Бог... Мы заставляем тело Христова снова посмотреть на свой мотив. Ты учил о страхе. Вы даже не можете говорить о страхе. Не говоря о любви Божьей. Ответом на страх является любовь Божья. Любовь является ответом на это, да. И когда мы начнем это видеть, и люди начнут ухватываться за любовь, начнут понимать правильные мотивы и методы, которые порождаются правильными мотивами, тогда мы увидим удивительные вещи. Я обещаю, что ваша конференция верующих в этом году будет самой дикой, которую мы только видели. Да. Именно к этому мы более 25 лет и шли. Да. Полнота. Полнота. Сказав нам провести конференцию в Гринбэй, Господь сказал, «Я сойду на всю эту территорию, и я сойду в силе». Это будет конференция хвалы и поклонения, полной силы. Да. Да. Аминь. Да. Знаете, когда вы просто знаете, что вы знаете, понимаете? Я знаю, что я знаю, что я знаю, что это сейчас. Это сейчас. И те, кто войдет в это, те, кто войдет в любовь Божью, что бы вы предпочли иметь? Тарелку яблок, или же позволили бы мне дать вам целый яблоневый сад? Да. Вы можете приносить эти плоды, когда хотите. Как мы сказали на одной из передач, это сгниет. Мы можем это видеть. То, что мы видим, будет временным. Но сейчас мы затрагиваем то, что является вечным. Корни живы весь год. Да. Всегда. Всегда. Слава Богу. Крефл, это так восхитительно. Слава Богу. Знаешь, что нам придется сделать? Нам придется продолжить говорить об этом на следующей неделе. Мы просто должны продолжить эту тему. Да. Мы не можем на этом остановиться. Аминь. Слава Господу. Мы вернемся через минуту. Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Я хочу прочитать 6 стих 9 главы 2 послания Коринфяна. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет чедро, тот чедро и пожнет. Каждый уделяя по расположению сердце, ни с огорчением и ни с принуждением, «Ибо доброхотно дающего любит Бог». Крефло, прочитай, как эта фраза «Доброхотно дающего любит Бог» звучит в расширенном переводе Библии. Седьмой стих. Он говорит, «Пусть каждый дает, как он решил в своем разуме, и нацелился, расположился в своем сердце, ни с неохотой, ни с печалью, ни по принуждению, ибо Бог любит, он получает удовольствие, ценит больше всего, и не хочет оставлять или оставаться без веселого, радостного, желающего это делать даятеля, сердце которого в его даянии». Это даятель хвалы. Мы говорили о хвале. Это человек, который дает от сердца хвалы. И Бог сказал, «Я не хочу оставаться без него, я не хочу его отпускать». И в следующем стихе говорится, «Бог способен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда были достаточно обеспечены, без помощи или поддержки изне, способны давать на все, на что Бог говорит вам давать». Это даяние хвалы. Это любовь Божья. Оно бесстрашно. Я знаю, откуда я это получил, и там есть еще большее. Это поклоняющаяся хвала Богу. Если Бог благословил вас через эту передачу, тогда помолитесь и узнайте, что Господь ведет вас сделать в отношении этого служения. Мы сейчас в процессе увеличения той территории по всему миру, на которой транслируется наша передача. Хвала Господу. Отец, мы молимся за наших партнеров. Во имя Иисуса мы молимся за всех тех, кого ты ведешь сеять свои финансы в наше служение. И мы восклицаем и прославляем тебя за великий и чудесный урожай в их жизни. И мы благодарим тебя за него. Во имя Иисуса. Пишите нам по адресу, который вы увидите на экране. Если вы являетесь нашим партнером и другом и живете за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования остаются в вашем регионе. Они не уходят Соединенные Штаты. Они остаются там же, в вашем регионе. Станьте частью хорошей церкви. Если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. Спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Крефло снова будет с нами, а пока помните, что Иисус – Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова